Итак, доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Airzone Game. И я продолжаю свое развитие на проекте Novus. Все с нуля, так сказать. Пытаюсь что-то здесь заработать, как-то развиться. Ну и остановился я на том, что хотел взять в аренду машину. Здесь есть каршеринг, можно брать машину в аренду. Вот хочу взять машину в аренду и попробовать поработать на почтовой доставке. Здесь надо заключить какой-то договор. Ну так, достаточно прикольненько сделано. Хотя сам каршеринг, он как бы не особо похож на каршеринг. Это скорее всего аренда, я бы так назвал. Называется, как видите, каршеринг, но это не особо каршеринг. Потому что каршеринг я беру в любом месте, где ближайшая машина. И оставить я могу каршеринговую машину там, где я этого захочу. Здесь же больше, наверное, система к аренде относится. Это бы я, наверное, назвал аренда все-таки автотранспорта. Потому что мне надо взять в определенном месте эту машину и пригнать потом надо тоже в определенное место. То есть вот на такую станцию так называемого каршеринга. В общем-то не особо это похоже на каршеринг, но тем не менее. Так здесь называется, этим я буду пользоваться. Здесь есть служба UPS. В прошлой серии я говорил, что когда-то у них на этой службе UPS давалась машина. Но потом они почему-то отказались от этой практики. И теперь надо либо на своей, либо вот так вот, как я сейчас этим занимаюсь. Подходим к вывеске. Так, здесь надо взаимодействовать с ней. И у меня появилась коробка. Прикольно. Я помню, я этим занимался. Сейчас не особо помню тонкости. Но сейчас мы в этом разберемся. Тонкости не особо помню. Но здесь меня подкараулила другая неожиданность. Я уже жаловался как-то, что у меня встроенный навигатор не на всех проектах работает. Кстати, здесь он у меня раньше работал. И мы здесь с Тимуркой вот буквально на днях покатались. У Тимурки, у моего друга, навигатор работал. А у меня он почему-то не работает. Не знаю, с чем это связано. Но мне придется, так сказать, по хардкору ездить. Встроенный Армовский навигатор на этом острове удален. Его нет. Есть вот такой вот навигатор, который вы сейчас видите. Но вот я даже одним кадром покажу. Да, я стоял, стоял. Я долго стоял. Я, наверное, минут 15-20 ждал, когда он может быть прогрузится или чего. Не знаю. Но, короче, он у меня не работает. У меня как-то это, наверное, связано как-то с моим компьютером. Потому что бывает, что навигатор работает замечательно. И здесь, на этом острове, он работал, когда я туда заходил. Вернее. А сейчас почему-то не работает. Хрен знает, как это работает. Я не люблю вот эти встроенные навигаторы. Навигаторы мне проще пользоваться, которые уже есть в армии. Если что-то пошло не так, взял себе пальчиком, нарисовал, как тебе ехать. И едешь. А вот когда вот так, как у меня в этом случае. А вот он не работает. И что, мне даже не нарисовать ничего. А карты этой я не знаю. Ну, я на Тонова играл очень мало. Очень мало. Так, чтобы плотненько, вот как сейчас я хочу зайти, да. Что-то здесь прокачаться. Что-то заработать. Так вот я не играл. Заходил на разные проекты Тонова. Но вот так, чтобы играть прямо на нем, я не играл. Поэтому и карты-то я толком не знаю. Ну, придется сейчас то вот так по хардкору гонять. И хрен его знает, как на самом деле. Ну, приходится все время открывать карту и смотреть, где ты находишься. Другого варианта просто пока еще нет. Ну, и следующее отличие от того же каршеринга, да, который существует в реальности. Это когда я беру каршеринговую машину и вижу, что в ней нет топлива, да, я связываюсь с оператором каршеринга, подъезжаю на заправку и заправляется машина за счет каршеринговой компании. А здесь же мне придется заправлять ее за свой счет. То есть, опять, это скорее аренда, чем каршеринг. Ну, я бы это назвал все-таки вот так вот. Ну, и вот тут, где сейчас показана стрелочка, и вы видите, сколько уже по счетчику с меня накапало. То есть, на данный момент я уже торчу 80 долларов. Не знаю, я вот взялся сейчас прямо вот первый раз. Я ее когда-то давно, данную работу показывал, может быть, полгода назад на каком-то обзоре. И все. И сам-то я этим не занимался. Я не знаю, сколько я сейчас заработаю, и выгодно ли заниматься вообще на арендной машине, вот, развозкой почты. Посмотрим. Я думаю, что разработчики все-таки этот момент обыграли, и я, ну, не попаду сейчас в какую-то неловкую ситуацию. И все-таки какие-то денежки заработаю. Потому что зашел-то я сюда заработать и как-то развиться. Хочется еще заехать, посмотреть, сколько стоят грузовики. Может быть, есть смысл уже и переходить на грузовик. Ну, раз уж взялся за груз, так не говори, что не дюш, как говорится. Да, раз уж я взялся прокачиваться, ну, будем кататься. К сожалению, пока еще здесь рабочих занятий очень мало. Я разговаривал здесь с местной администрацией, и как мне сказали, что в скором времени здесь будет еще ряд занятий начальных. И как минимум их будет штуки три. Ну, пока вот только два занятия, поэтому, ну, я буду этим заниматься. Ну, что же мне еще делать-то? Ну, и пока что я еду просто в определенный район, который мне обозначили, вот когда я взял эту посылку. И только после того, как я заеду в этот район, загорится табличка, и уже будет непосредственно адресная доставка. Вот, загорелась табличка, и теперь мне нужно открыть карту и посмотреть, в какие адреса мне нужно доставить эту посылку. Вообще, когда я заходил сюда в далеком прошлом времени, когда появилось у них это рабочее занятие, мне оно, в принципе, понравилось. Я помню, что да, вот было точно так же. Надо было сначала посетить какой-то район, а потом вам уже в этом районе кидается три адреса. И подъезжая на адрес, мне что понравилось, надо было заходить в дом и оставлять посылку в доме. Или возле дома, вот как это делается в реальности. Что сейчас, я, если честно, не знаю. Я слышал, что вроде бы как они подизменили. И, судя по всему, да, точки, ну, может быть, только вот эта вот точка такая, не знаю. Раньше была это все такая точечная доставка по домам, а сейчас мы приехали на какую-то лесопилку. Надеюсь, что все, в общем-то, осталось точно так же. Идем, естественно, туда. Здесь есть паркур. Вот я зря этим паркуром пользовался. Сейчас объясню, почему. Вот, есть паркур, как вы видите, загорелась точка, я зачем-то залез. Зачем-то, ну, это я потом только узнал, что это делать не обязательно. А тогда мне казалось, что, ну, надо лазить, значит, если точка горит там, значит, надо туда залезать. Потом у меня было небольшое затупление, потому что посылку-то я оставил, да. А вторая точка, она вот она, здесь же. А что мне туда ложить-то? Ну, вот это вот проблема того, что я делаю обзоры, а как бы не играю. А вот сейчас захотелось поиграть. Оказывается, надо было просто сесть в машину. Ну, раньше я на это не обращал внимания, потому что вторая точка всегда была на отдалении. А вот теперь они, видите, сделали, что две точки прямо в одном и том же месте. И опять, залезать не надо. Все, я доставил две посылки на один и тот же адрес. Залезать, еще раз говорю, не надо. Можно было бы, оказывается, положить посылку просто где-нибудь здесь рядышком. И все, она бы засчиталась. Ну, я ж не знал, блин, и думал, что надо вот точно-точно положить там, где горит этот маркер. Оказалось, совсем не так. А вот третья точка, она, ну, на всех, практически на всех заказах, она на небольшом отдалении. Раньше все три точки были вот на таком-то отдалении. То есть, ты заезжаешь в район, и по этому району раскиданы все три точки. Мне это не особо тогда понравилось. А сейчас вот они, видимо, доработали как-то, не знаю. Может быть, это мне повезло. Но, в общем-то, я приехал на один адрес и оставил там сразу же две посылки. Третье, вот опять у меня было затупление. Я колесил вокруг вот этого дома, а дом непроходной. То есть, в него нельзя войти. А метка, видите, прямо в доме горит. Ну, а вот как и на деревообрабатывающем комбинате, я не знал, что... Оказывается, я мог бы просто вот здесь, вот где сейчас стою, тут бы мог ее и бросить. Я ходил, бродил, зайти туда никак. Ну, никак, дом непроходной. Я бросил ее в арки, блин, и сработало. Ну, тут я понял, что, в общем-то, подходить близко к маркеру вообще не обязательно. Где-нибудь я бы мог, в принципе, выйти из машины и сразу же бросить коробку, и она бы засчиталась. Ну, и вот то, что я говорил. То есть, заправлять этот мнимый каршеринг, а я все-таки думаю, это не каршеринг. Это аренда. Арендованные машины. Вот я арендовал газель для перевозки. Дается 10 литров, а дальше заливай сам. И привезти ты должен тоже с 10 литрами, как минимум. Ну, и вот тут то же самое, в общем-то, нужно заправлять. Единственное, что, видите, есть выбор топлива. А вот хрен его знает, на каком виде топлива ездит эта машина. Блин, ну, я нажал от балды, по-моему, 98-й нажал. Или 95-й, я уж не помню. Вот. Но здесь, слава богу, что если вы неправильно выбрали, то ничего не произойдет. В общем-то. Можно просто методом тыка вычислить, на каком виде топлива ездит эта машина. Потому что понять на каком, действительно, ну, нет. Я полазил по менюшкам, да хрен его знает, на чем она ездит. Ну, уж точно она не на электричестве. Хотя есть и электричество. Да и, в общем-то, наверное, вот после вот этой вот поездки я уже во всем разобрался. Где брать посылки, как брать, как заправлять. В общем-то, теперь только надо войти в эту пахоту и начинать зарабатывать деньги. Не могу сказать, что работа уж очень интересная. Потому что, ну, по сути, это такая переделанная доставка, которая встречается очень часто. Поэтому, ну, и какой-то такой вот захватывающий, захватывающего интереса у меня это тоже не особо не вызвало. Но, как я сказал, уж если я взялся прокачиваться, ну, надо чем-то заниматься. Пока здесь только два рабочих занятия. Поэтому, ну, что-то, ну, буду ездить. А другого варианта, в общем-то, пока у меня нету. Не буду утомлять тем, как я фармил, да. Посмотрим просто, вот у меня 41 700, а там с копейками, копейки я никогда не читаю. Да, грубо говоря, 41 000. Ну, и начну свою пахоту на этом проекте. Буду прокачивать, прокачивать. Не знаю, в конце посмотрим, сколько мне удастся заработать. Ну, и вообще по времени, сколько я смогу продержаться на этой работе. А работа ведь непростая. Я во многих своих видео говорю, что я обожаю карту Тоноу из-за ее красоты. Здесь даже делать ничего не надо. Разработчики уже все сделали. Все выглядит обалденно, красиво. Но я ненавижу местные дороги. Если сравнивать с Алтисом, да, многие говорят, вот Алтис, большая карта. А Тоноу компактная, маленькая. Да ни хрена, когда вы начинаете ездить по дорогам на Тоноу, вы понимаете, что вы тратите больше времени, чем если бы вы то же самое расстояние проехали по Алтису. Потому что на Алтисе в основном прямые направления. А на Тоноу приходится все время петлять, ветлять. Тут тоже есть некая федеральная трасса, как и на Алтисе. Но только она особо не помогает. Она не сбрасывает скорость. Но из-за крутых, резких и очень многочисленных поворотов приходится очень много ездить. И если, в принципе, посмотреть, а я здесь уже примерно порассчитал расстояние, пока фармил. Кстати, вот заработки вы сейчас видите, какие здесь есть. Так вот, я уже подрассчитал расстояние. Нифига не ближе и не меньше вы ездите по Тоноу, чем, например, по тому же Алтису. Из-за вот этих вот постоянных поворотов расстояние может быть даже больше, чем обычно вы проезжаете по Алтису. Поэтому я не особо люблю вот карту Тоноу именно из-за их вот этих дурацких кривых дорог. Разогнаться где-то практически нет никакой возможности. Ну и, в общем-то, естественно, что на особо долгое промежуток времени рассчитывать глупо. Я не смог долго ездить. Я не помню, сколько, если честно, сделал доставок. Но я потратил какое-то время. И это время мы сейчас увидим. Первую поездку, так сказать, ознакомительную, я не считал. Я показал планшетку с той суммой, которая у меня была, уже включая туда первую поездку. И время я тоже засекал с того момента, когда я вот показал планшет, и у меня в планшете было 41 тысяча. Прошел 1 час 13 минут. То есть вот за это время я ездил, 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 фармил, фармил, фармил. И вот она последняя точка. Почему последняя точка? Потому что напротив стоит станция каршеринга. Ну и вот мой последний заработок. Ну а если посмотреть в планшетку, которую я показывал перед тем, как начал фармить, у меня была 41 тысяча, а сейчас у меня 55 тысяч. То есть за 1 час 13 я заработал 14 тысяч. Ну это с учетом того, что я заправлялся, я обедал, на все это было потрачено какое-то количество денежек. Ну и вот результат. 14 тысяч я заработал за 1 час 13. Я не высчитывал из этой суммы вот эту 970 долларов, которую я сейчас отдам за аренду машины. Ну и надо сказать, что я отвлекался очень часто. На телефонный разговор отвлекался, выходил в туалет, выходил налить кофейку. То есть если в отличие от лагеря беженцев, где я без передышки бегал от точки до точки, то здесь все-таки я более расслабленно работал. Ну потому что здесь все-таки и работа немножко другая. Но я не могу сказать, что я прямо растянул ее до невозможности. Нет, я пытался фармить так фармить. И в результате мне кажется, что в лагере беженцев за час, я как в первой серии говорил, да, за час можно заработать примерно 20-25 тысяч, а здесь за час 13 я заработал всего 14. Но эта работа гораздо сложнее. Здесь по этим кривым дорогам вам приходится петлять, 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 петлять. А в лагере беженцев вы просто как бы, ну, ходите туда-сюда. Поэтому, ну, не знаю, может быть, вернуться обратно в лагерь беженцев. Но у меня есть другая идея. Я уже, наверное, на этих посылках раза три проехал мимо магазина грузовиков. Но так и не знаю, что за цены здесь. Еще с первой серии я все хотел посмотреть. И какое же было мое разочарование, когда я зашел сюда и увидел, что можно было купить УАЗика за 8 тысяч. Кстати, есть возможность расставлять транспорт так, как вам удобно. Вот я поставил сейчас их по ценнику. То есть с минимального до максимального. И даже, когда вот я смотрел еще в первой серии машину себе какую-нибудь, да, за 20 тысяч, то я бы мог уже тогда купить ЗИЛа за 26 тысяч. ЗИЛа стоит здесь 26 тысяч. А я рассматривал машину за 20. И уже говорил, что я бы могу себе купить там Форда за 30. Блин, надо было изучить рынок, у кого-нибудь хотя бы спросить, сколько здесь вообще стоят грузовики. Блин, я столько времени потратил зря. Надо было сразу же приехать сюда. Вот такая вот век живи, век учись. Надо было или узнать, или промониторить рынок, ценовой рынок автомобилей, или у кого-нибудь спросить, сколько стоит минимальная машинка. Блин, вот я столько времени потратил, а как видите, я бы мог уже давно себе купить УАЗика и заниматься... Да даже ту же почту я бы мог возить все равно на своем УАЗике, грубо говоря. Мог бы на этом УАЗике и на самой поработать и в лагере беженцев. Кстати, гораздо быстрее бы я зарабатывал. Я так думаю, что если бы у меня был тогда УАЗик, я бы зарабатывал уже не 20-25 тысяч, а уже где-то, наверное, к тридцатке. Только в одном лагере беженцев. Короче, я потерял много времени, просто хрен знает. Потому что сам виноват, надо было посмотреть, сколько стоят здесь машины. Ну, а теперь, что ж, я хочу купить ЗИЛА. Вот этого, который здесь представлен. Их здесь много, но вот хотелось бы, наверное, купить ЗИЛА. Вообще, мне нравится Шишига, просто потому что хочется посмотреть, как она сделана. Но Шишига, к сожалению, по ВИПке, а без ВИПки только этот самый перевозчик нефти, а у меня нету лицензии. Мне нужен сухогруз какой-нибудь, ну, а из сухогрузов, пока я себе могу позволить, только Зелантия. Ну, наверное, на Зелантии и остановимся. Ну, а про то, как я буду дальше развиваться уже, скорее всего, со своим ЗИЛом, мы узнаем в следующей серии. Ну, а пока, всем пока. Спасибо, что посмотрели. Заходите, играйте, получайте удовольствие. Ну, и всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok